В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Я тебя породил, я тебя и убью. До какой точки кипения нужно довести родителей, чтобы они решились на убийство своих взрослых сыновей? Пришел устраиваться на работу, а придется сесть в тюрьму. За взрывной характер несостоявшегося работника сторож поплатился жизнью. В стене дыра за обоими ручьи, а после капитального ремонта нужен ремонт. А подмочена репутация дома и тех, кто должен его содержать. Спецреп из Кораблино. Я тебя породил, я тебя и убью. Только за выходные следственным комитетом возбуждено два уголовных дела по статье «Убийство». И в обоих случаях жертва сыновья, а виновники родителей. По версии следствия, вечером 11 октября, находясь в своей квартире, Рязанка в ходе ссоры нанесла удар ножом в область левого предплечья своему 21-летнему сыну. Молодой человек выбежал в подъезд и успел рассказать о случившемся соседям. Однако еще до приезда машины скорой медицинской помощи он скончался. А днем позже в селе Мажары Сараевского района во дворе дома был обнаружен труп 49-летнего мужчины. Главный подозреваемый – его престарелый отец. До какой точки кипения нужно было довести пожилого человека, чтобы он отважился на детоубийство? Со слов подозреваемого, между ним и ранее неоднократно судимым нигде не работающим сыном постоянно происходили ссоры. Поздно вечером 9 октября сын, угрожая расправой, снова стал предъявлять претензии и требовать переоформить на него дом. Дождавшись, когда тот уснет, пожилой человек нанес сыну один удар шилом в висок. Затем перенес тело во двор и прикопал землей. Следственным органам предстоит выяснить все обстоятельства преступления. В мае этого года на улице Культуры, что примечательно, произошло отнюдь некультурное событие. В одной из квартир не сошлись интересы дяди и его племянника. Родственники поссорились и последний схватился за нож. Племянник начал высказывать претензии дяди, в плане того, что он не работает, ведет аморальный образ жизни. Племянник его содержит. В свою очередь дядя сказал, что ты сам употребляешь спиртное, тоже так же, как и я веду образ жизни. Ну и начал сказать нецензурную брань. Куда катится мир, если люди запросто, как домашних поросят, закалывают друг друга ножами? Племянник при свидетели сначала дважды ударил родственника ножом, затем устроил перекур и, махнув очередную рюмку, достал нож из тела дяди и ударил еще трижды. Причем экспертиза установила, что к тому моменту пострадавший был уже мертв. Около трех часов племянник уговаривал свидетельницу не сдавать его полиции. К счастью, непреклонность женщины ничем трагичным для нее не закончилась. За смерть человека виновнику грозит до 15 лет тюрьмы. Это будет уже седьмая судимость в его биографии. Назвал вором, а вот собственного убийцу в несостоявшемся сотруднике торгового дома не разглядел. Житель Михайлова предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства сторожа склада. К трагедии привели алкоголь и длинный язык потерпевшего. Обвиняемому посоветовали договориться о собеседовании с директором, но накануне он, видимо, решил сам провести разведку. По версии следствия, вечером 3 мая этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на территорию складских помещений одного из торговых домов города Михайлова, чтобы пообщаться со сторожем. Молодой человек планировал устроиться на склад грузчиком. Однако ему не понравилось, как его встретил 55-летний сторож, который заподозрил в нем вора. Делок что-то присел. Показывайте, куда вы приселите. Куда сюда присел. Вот эту лавку. Присаживайтесь, как вы делаете? Она сняла, у меня в руке пиво. Я предложил, он пошел отсюда. И варил, чтобы его ворваться. Я в бушу, он опять так подвал. Ну, я встал, дал в морду. Показывайте, как вы висели удар. Так, вот сюда дал ему. На следственном эксперименте обвиняемый показывает те самые металлические уголки, которые стали главным орудием убийства. Прокатная сталь не оставила шансов потерпевшему, который, собственно говоря, и не сопротивлялся. Он упал уже после первого удара. Молодой человек, действительно, он себя ввел очень агрессивно. Часто употреблял спиртное. В состоянии алкогольного опьянения он себя ввел абсолютно неадекватно, агрессивно. Дальше я сюда вышел. Это не уверенность на пускной, ведь именно убийство было целью обвиняемого. Сам он объясняет это испугом. Избив сторожа, молодой человек пошел выбрасывать тот самый уголок, но по дороге наткнулся на еще один и продолжил казнь. Он оставил очень много следов на месте происшествия. Там была обнаружена его куртка, на куртке кровь убитого. При его задержании у него были изъяты предметы одежды, на предметах одежды тоже была обнаружена кровь убитого. На месте было обнаружено несколько курков сигарет со слюной убийцы. Заинтересовало в уголовном деле и вот что. Виновник, хоть и гражданин России, но, судя по инициалам, имеет южные корни. И надо же такому совпасть, с юных лет занимался боксом. При этом врачи констатируют органическое расстройство личности. Ничего не напоминает? Купить автомобиль и не потратить на это целый день, а то и два. Неужели это стало возможным? С 15 октября в России начали действовать новые правила регистрации транспортных средств. Все автовладельцы знают, как трудно было не омрачить радость от покупки железного коня долгой бумажной конетелью. Теперь, как уверяют специалисты, эта процедура займет от 15 минут до часа и не придется ехать по месту прописки. Вам присвоят номера того региона, где фактически производятся регистрационные действия. Правда, уже сейчас многие делают оговорку, что временной интервал предполагает идеальные условия, без форс-мажоров. При этом сами автомобили будут продаваться уже с номерными знаками, хотя при желании номер можно оставить за собой. Также из обихода исчезло такое понятие, как временный учет. Снимать с учета необходимы только те машины, которые списывают в утиль или продают за пределы страны. Все остальные операции будут называться изменения регистрационных данных. Собственник машины меняется на основании договора купли-продажи. Его можно оформить в простой письменной форме, после чего новый хозяин обязан поставить машину на учет в течение 10 дней. Еще один пункт в новых правилах явно расстроит мошенников, промышляющих воровством госномеров. Отныне дубликаты можно будет получить в любом отделе ГИБДД. Обманывать налоговую службу, а также камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений, катаясь на транзитных номерах, тоже больше не получится. Практически исключается эксплуатация автомобилей, не зарегистрированных в ГИБДД. В теории все просто и удобно. Посмотрим, как оно выйдет на практике. Наши постоянные телезрители знают, мы редко выезжаем в район. Но к кому еще, скажите на милость, обратиться людям, которым не может или не хочет помочь местное управо, если не к четвертой власти, к прессе? Жители дома номер 50, корпус 3 на улице Зубковой в городе Кораблино уверены, в Рязани об их житейских трудностях просто не знают. В нашу редакцию обратилась Елена Игнатова. Проблемы, возмущаются жильцы, начались с тех пор, когда их дом перевели с баланса местного училища на городской муниципальный. Теперь о погоде за окном красноречиво говорят бегущие ручьи, осыпающиеся штукатурка и выпадающие кирпичи, на которых, кстати говоря, и держатся плиты перекрытия. Они же и крыша, и потолок для всего пятого этажа. Мы ходили непосредственно к нашему начальнику ЖКХ, который говорит, я никаких не имею полномочий. Мы ходили к Елютину, мы ходили к Ермакову, к мэру нашему, к нашему городу. Да, они составляют смету, пишут в Рязань. В Рязани признают, что наш дом аварийный, что нам требуется срочный капитальный ремонт. На всем, на этом дело все заканчивается. Если у нас только в России, может быть, вот у нас на входе, вот сейчас упадет этот кирпич, ребенка убьет, ребенка или любого убьет, тогда, мне кажется, вот они только защевелятся. То есть в любой момент упадет плита перекрытия, наш дом рассыпется, и всем нет до этого дела. Нет денег, нет полномочий, нет кранов 40 метров. Только у жильцов, которых может накрыть собственной крышей, есть средства на оплату коммунальных услуг. Инспектор из областного жилищного комитета давно признал дом аварийным, но на бумажках и отписках дело закончилось. А на саму Елену Игнатову, которая обивает пороги местной администрации ЖКХ, уже смотрят косо, мол, и чего вам дома не сидится. Нам сказали, что у вас дом очень даже замечательный, то есть есть люди, которые живут еще хуже. И это одно из африканских племен. Люди, обладающие своей первобытной культурой, напрочь лишены понимания о современных благах цивилизации. Это, к слову, о тех, кто живет хуже. И что? Давайте вернемся в первобытный строй, поселимся в хижинах и спрячемся в джунглях от чиновников. Когда я ходила к барану Валерию Николаевичу, он мне сказал, что ваши плиты не выдержат этой зимы. То есть они упадут. И вы будете жить под открытым небом. То есть хорошо, если вы будете жить. Да, если хорошо, что вы выживете. То есть вас никого не надкроет. У этого дома репутация подмочена по всему пятому этажу. А вот и окно самой Елены. Рядом с ним зияет дыра, которая увеличивается с каждым дождем. Под окнами просто опасно находиться. На месте благоустроенного газона, горки кирпичей. Обои висят от влажности. То есть их невозможно. Вот я их трогаю. Вы сами видите, они все качаются. Вот. Там везде постоянная плесень. Вываливается штукатурка. Вот она отваливается. Прям от сырости падает. Тут вот выпали все кирпичи. Так как текло у меня и здесь. Все под батареей выпало. Но вместо помощи Елене предложили поставить ведро на месте протечки. Видимо, в ее случае оно должно быть вмонтировано прямо в стену. В дождливую погоду здесь, как в комнате акватерапии, слышно журчащие за обоими ручьи. Дом настолько напитал воду, что как пизанская башня кренится с фундамента. Но очередной проверяющий пошатал кирпичи ногой и сделал вывод, что все в порядке. Жильцы верят, о таком порядке губернатор области просто не говорят. Специально для него экскурсия. Итак, идем к дому. Вот эта чудесная широкая дорога должна быть выложена тротуарной плиткой. Жильцам говорят, что она есть. Возможно, и у них, и у нас проблемы со зрением. А с торца дома, как и положено, аварийный выход. Соответствует только названию. Действительно, аварийный. Жильцы говорят, выше третьей ступеньки лучше не подниматься. Посмотрите сами, что творится. Наступишь, упадешь сразу. Кстати, дверь заколочена насмерть. Это при том, что на верхнем пятом этаже живет инвалид первой группы, который и при хорошем раскладе не сразу спустится. Ну что, все развалилось. Ну что, вы раз не видели на улице? Кирпичи все выскакивают. А вот с этой замечательной стороны дома у нас холл, где люди должны отдыхать, любоваться цветочками, видом из окна. Вот, кстати, они, окна. Жильцы вспоминают, что в последний раз дыры на их пятом этаже пытались латать лет десять назад. И то, дело темное. Ремонтировали поздней ночью. Якобы кран дали только на сутки. У нас уже закладывали, вообще ничего не было. Темно, ночью. Я говорю, что же они там... Там двали в три ночи было. Что же они делали? Потому что крана им дали на один день, и они решили все сделать в один день. И я говорю, ну, ступай, посмотри, что они там ночью-то делают. С фонариком у нас там какие кирпичи заклали. И тут же они все сыплются. В 2012 году, по словам Елены, о них все же вспомнили. Были выделены деньги на капитальный ремонт. И вот, как оказывается, теперь выглядят пластиковые окна. У нас вот такие рамы, которые не закрываются. Любой маленький ребенок может вот сюда и, соответственно, выпить в окно. Какой этаж, давайте, это четвертый этаж. Та же история с новым напольным покрытием и освещением. Уточним, это после капитального ремонта. Своя администрация ничего сделать не может, а все письменные жалобы выше возвращаются на рассмотрение местных органов. Замкнутый круг. Уже на утро после нашего приезда Елене позвонили из местной администрации и прочли долгую, малоприятную лекцию о вреде жалоб. Посоветовали писать депутатам. А уж если говорить на чистоту, не прыгать через голову и терпеливо сносить неудобства. А, собственно, за что Елене должно быть стыдно? За то, что дышит грибком и боится, что их вместе с дочкой накроют потолком? Пока ее соседям живется чуть лучше, они не спешат примыкать к числу бунтарей. Что же у нас за страна такая? Отвоевываем человеческое отношение к себе. Как сказал один из великих, в этом мире совершенно не важно, правду ты говоришь или нет. Главное, верят ли тебе люди. Одни вечно в поисках причины и возможностей жить лучше, другим хватает убедительных оправданий, что и так хорошо. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова